Большой взрыв, я признаю, но только большой взрыв не за счет столкновения, так сказать, темной материи и так далее, которые хотят получить в коллайдере, в большой адронный коллайдер, где хотят частицы столкнуть и получить большой взрыв. Я считаю, что все-таки там не разгонялись эти нейтроны, протоны и так далее. Они все равно как-то в одну сторону выкрутились бы, как они встретились бы и взорвали. Я думаю, что это электрический разряд, скорее всего, электрический взрыв. И вот здесь, если представить, что этот электрический взрыв, это газопылевая туманность, которая и сейчас наблюдается, телескопы наблюдают за космосом, там видно, что вращение идет. И здесь вот это вращение остается и в самой, в самом зарождении планеты Земли, когда она начинала образовываться. То есть это газопылевое облако, это та же самая плазма, которую можно назвать даже типа шаровой молнией, или вообще молнией, так сказать, плазма, которая сейчас изучается, и плазма на Солнце, и плазма, так сказать, в планетах, которая может говорить о большой энергии, но только холодного типа. Это Gold Fusion, холодный синтез. И вот я думаю, что вот этот холодный ядерный синтез, который открыли физики еще в Ядерном институте имени Курчатова, такой был Олег Викторович Груцкой, где происходили превращения, например, из сфинца, получались золото из стали, титана и так далее. В общем, я стал изучать эти явления, и пришлось мне ездить на конференции по холодному ядерному синтезу. В Италию ездил на 13-ю конференцию, потом было в Москве конференция международная, в Индии, в Северной Корее. И там все говорят о новой энергии. О новой энергии на основании холодного ядерного синтеза. Но академики не признают холодный ядерный синтез. А здесь вот с геологической точки зрения, если у нас зоны субдукции есть, зоны субдукции, вот они, субдукции, вот зоны субдукции, это с позиции петоники пледей, а не третий континент. Вот они, зоны субдукции. Вот, это сочленение пряжи Карпинского и Астраханского свода, где видно поглощение, то моха 11 секунд, где это вот, моха 1, а вот моха 2. Значит, одно моха ныряет по-другому. И вот этот механизм зарожден с момента образования планеты Земля. Это идет как круговорот воды в природе. Постоянно образуются, преобразуются горные породы. Это зоны субдукции и через зоны спрейдинга, зоны спрейдинга, вот они они, зоны спрейдинга, сок называется, да? Они выходят и заполняют трещины растяжения, они с коры, это черные курильщики, видели вы, на 9 километрах, да? Черные курильщики, Марианская впадина, где такие рыбы от давления, которые, глаза выпученные и так далее. Но там есть кислород. Значит, кислород может только в том пути быть, если какой-то идет синтез. И вот этот синтез может происходить как раз на уровне Gold Fusion. Потому что если бы был горячий термояд, то это была радиоактивность и так далее, которая бы наблюдалась бы даже на поверхности, на земной коре. В земной коре. Но этого не происходит. И вот познание строения планеты Земля нам даст очень большие, как сказать, открытия сделать, которые позволят нам, если мы построим эту модель планеты Земля, если мы ее построим, то это будет механизм новой энергии. Планета, она, как сказать, сухая, то есть холодная, холодная, не горячая, сухая. И вот на основании вот этого электричества и образуются вот эти вулканы. Вот видите, здесь завихрение идет. Это как вращение молнии. Вращение молнии. Там дальше. Или торнадо. Торнадо сейчас появилось на этом, на Кашагане. Фильм сняли мои студенты, которые учились, меня видели. Вот как раз к этому и надо подойти еще с другой стороны, что земная кора – это природный электроконденсатор. Это представьте, что шар в шаре – это как раз конденсатор, и нефть, и вода, и дистилляр, и газ, они как бы бывают, и диэлектрики и так далее. То есть это природный электриконденсатор. Но в то же время он является и радиатором. Радиатором для миграции нефти от зон субдукции и туда. А для чего эта миграция нужна? Для охлаждения ядерно-плазменных реакций и трения. Для охлаждения. И даже для скольжения, можно так сказать. Даже не, чтобы скользили пояси хорошо, и нас не трясло. А сейчас, в данный момент, вы как знаете, на 500% увеличились сильные землетрясения. Планета – это же, считай, как НЛО, как летающая тарелка, правильно же? Но только зацикленная в космическом пространстве, подчиняется законам Солнца, вселенной тяготении, гравитации и так далее.